Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня, сегодня, сегодня муквак! Я вообще планировала... А где микрофон? Минуточку, микрофон забыла. Хорошо, что вовремя вспомнила. Ну всё, теперь с микрофоном. Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня я снимаю для вас новое видео с рыбкой. Это у нас кумбри. Ещё вот такое вот красивое оформление. Рецепт будет в инфобоксе. Переходите, готовьте вы тоже. Рецепт просто обалденный. Ой, здесь полторы рыбки. То есть это одна и ещё половинка второй. Вот. Здесь ещё репчатый лук, огурчики. Посмотрите, какой маленький огурчик. Маленький. Я так раскинула мозгами. И вы знаете, я подумала, что лучше это видео сделать не разговорное, а просто... Просто кушать. Минимум разговоров. Если получится. Какой хороший рецепт, реально. Готовила с лимоном. И лимон прям пропитался. Снимаю я вечером. Потому что весь день были дела. Несмотря на то, что я сижу дома, я работаю на дому. Здесь у меня наш рап. Солёные, консервированные огурчики. Рыбка. Здесь, значит, у нас маслина. Прям любовь. Маслина – это любовь. Я сделала кудри. Просто красивейшие кудри. Просто такое ощущение, что у меня просто не расчесанная голова. Немножко острая. Я уже как-то привыкла кушать острое. Когда я начинала снимать мукбанки, я вообще не любила острое. Не любила лук. Сейчас как бы ко всему привыкла. Вот насчет лука. Иногда лук бывает не в тему. А иногда в некоторых супчиках. Вот прям очень в тему. Убираем косточки. Сегодня утром я обещала, что не буду болтать. Сейчас вот это расскажу и все заткнусь. Ребята, купите наш рап. Просто непередаваемое ощущение. Это просто сделать. Это просто ничего. Сегодня утром мне позвонили из кадрового агентства, в которое я обращалась, наверное, года четыре назад, когда искала работу. Года четыре, нет, года три назад, когда была, наверное, на втором курсе. И они мне не нашли работу. получилось, что там я пошла, пофотографировалась, принесла им фотографии, заполнилась CV, три раза к ним пришла. подождала месяц. Я подождала месяц. Никто мне так и не позвонил. Мне просто сказали, что они хотите бы работать посменно, где-то там, консультантом, продавщицей. Я сказала, что нет. Если бы я хотела работать продавщицей, я бы и без вас нашла эту работу. Я хотела работу, пусть даже очень низкооплачиваемую, но перспективную. То есть в тот период, когда я была на втором курсе, я просто хотела, чтобы у меня был опыт работы. Чтобы когда я закончила университет, я такая уже, опа, и с опытом работы. Но, к сожалению, на тот период они мне не нашли работу, а нашли только тогда, когда я сама нашла себе работу. Это было на последнем моем курсе. Я тогда их спрашиваю, где вы были, ребята, все эти годы? Они сказали, что они потеряли там CV и все такое. Вообще, вот эти кадровые агентства у нас здесь в Азербайджане, они, то есть за регистрацию, за то, что они там заполнят вашу анкету, и вы будете в базе данных, берут 10 монат. И еще. После того, как ты устраиваешься на работу и получаешь свою первую зарплату, 50% своей зарплаты получают они. Как-то так работает. Не хочется наговаривать, может быть, действительно, просто мне не повезло. Но моя подруга Шелли, она тоже ходила в несколько кадровых агентств по поиску работы, и ей тоже они особо ничего не нашли. Мне кажется, сейчас и без кадрового агентства можно найти нормальную работу. Зачем платить лишние проценты им? Тем более, они такие варианты предлагают с очень низкой зарплатой. То есть, такой вариант можно и самой найти в интернете. Так вот, я вообще не об этом. Не в плохом смысле это все говорю. Есть, наверное, люди, которым они помогают. Вот. Так вот, утром, рано утром звонят они мне и спрашивают. Мне нужна, говорит, Айнур Ханун. Я говорю, Айнур, это я. Я хотела сказать, называй меня просто Айка Эмиля. И говорит она, мы нашли для вас подходящую вакансию. Я просто не хотела грубо отвечать, но прям хотелось сказать, через 4 года вы мне нашли нормальную вакансию. Я сказала, что я работаю и в ваших услугах на данный момент не нуждаюсь. буду нуждаться, я вам позвоню. И это уже второй раз в этом месяце они мне звонят. Вот. Такие вот дела. Не знаю почему, как они про меня вспомнили. Вкуснотища. Я вчера до трех точно сидела, монтировала, работала на компьютере. Я думаю, вот утром точно высплюсь. Конечно, высплюсь. Высыпаться мне только снилось. Сон нам только снился. Это как смотрела какой-то прикол у тебя. там парни выходят на торговую в боку и спрашивают мимо проходящих людей, что вы видели последний раз во сне. И там один такой мужик в возрасте такой повернулся к этому парню и говорит, мы вообще спим, у нас есть время спать. Мы работаем, едим, работаем, едим, работаем. О чем ты говоришь, малыш? Малыш! Вот так вот, господа. Я очищаю от косточек аккуратненько. Реально я даже не предполагала, что все смогу съесть. Просто настолько вкусно. Вчера мы чуть не поругались с моим парнем. Кстати, у нас впервые такое. Вот они не поругались, а чуть не поругались. Вот чуть-чуть оставалось. Вот так вот. А все почему? Как вы думаете, из-за чего? Вот у него какая-то такая странная политика. Он, например, не против коротких нарядов, не знаю, не против того, чтобы я ходила в шортах. Вообще отлично ко всему этому относится. Какие-то внешние изменения. Вот как только я не знаю, начну лайкать кого-то или подпишусь на какого-то парня, это все, это такой скандал. Еще, кстати, мой пароль от Инстаграма есть у моего парня. А его у меня нету. потому что я ему доверяю. И тут дело не в кавказских понятиях, что вот женщине ничего нельзя, а мужчине можно все. Нет. Просто я ему реально доверяю. Я знаю на миллион процентов, что кроме меня он ни с кем не общается. я вам говорила, что я вас люблю. Говорила вам, я вас люблю. Когда читаешь комментарии, столько людей с хорошим чувством юмора так шутканут. Сижу, читаю и просто угораю. Даже, может быть, что-то не совсем в тему, но реально смешно. Обожаю вас за ваше чувство юмора. вы у меня самые лучшие. А еще... Ой, да я же собиралась молчать, забыла. Дальше молчи. Я просто заметила, что меня смотрят еще и корейцы. Я подумала, было прикольно, если бы я молчала, ничего не говорила в видео, и меня бы смотрели не только русскоязычные, но и какие-то другие страны. Но, видимо, это у меня не получится. но не могу я заткнуться. Не знаю, может, потому что я привыкла. Реально я в шоке от того, сколько корейцев меня смотрит. Огромный привет вам всем! Осталось всего три кусочка и немного травы. Кстати, часто девчонки меня спрашивают насчет моего телефона. Я же говорила, что я осталась не очень довольна айфоном. спустя время я поняла, что меню все-таки удобное. Вот. Я просто в шоке над тем, как хорошо айфон держит зарядку. Супер! Вы представляете, я заряжаю телефон, оставляю его на ночь. Я знаю, что это вредно для батарейки и все такое, но мне сейчас на пофиг. Для меня это самый удобный вариант. Я ставлю на зарядку и все. Я человек, который постоянно в телефоне, постоянно. Либо читаю комментарии, либо на что-то отвечаю, во всем. Телефон неотъемлемая часть моей жизни. И вы представьте, все ночи я поставила на зарядку. утром просыпаюсь сто процентов. Весь день я в телефоне. Зарядка где-то ну сорок процентов осталось. Следующий день. То есть зарядка на телефоне у меня держится где-то полтора дня. С условием, что я постоянно в телефоне. на мой взгляд это круто. Особенно вот этот последний мой телефон Samsung A7. Он вообще очень плохо держал зарядку. Я согласна, что как-то нечестно сравнивать Samsung простая линейка и флагман айфона. Ну что есть с тем и сравниваю. Ага. 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 Макаем. Наршараб это любимое просто. Ни один кетчуп, ни один майонез просто не сравнится с наршарабом. Если вы не пробовали срочно. Срочно бросьте все. купите на шарап и будьте счастливы как счастливы я чуть я прям даже не наелась ребята может еще один банк забабахаем вода с лимоном как же это было вкусно как же это было вкусно на этом все мои хорошие подписывайтесь на мой канал ставьте лайк этому видео обязательно переходите на мамин канал и смотрите рецепт этого прекрасного блюда всем желаю удачного дня всем пока